Атомные энергетики, атомные отрасли. Это вообще сейчас как беда в целом. Я хочу сказать, что в Ульяновске есть свой педагогический университет. Ежегодно он выпускает где-то порядка 917-907 специалистов разных учителей. Но, к большому сожалению, могу сказать, что лишь 17-30 человек мы можем порадовать тому, что молодые специалисты пришли в общеобразовательные учреждения. В основе сельские, конечно. Городские школы все закрыты. И, вы знаете, проблема как раз в том, что по всей вероятности этих ребят не готовили к тому, что они пойдут именно в эту специальность. А вот надо было получать высшее образование, хорошо бы еще на своей территории. И когда здесь спросили о том, а поднимите руки, кто здесь из МИФИ, я так думала, что сейчас будет лес рук. Потому что это головной вуз, который действительно всю жизнь готовил атомщиков. Я сама из города Димитровграда, который в 100 километрах от Ульяновска. И где находится научно-исследовательский институт атомного реактора в 54-м году, еще прошлого века построенный. И я знаю, что все наши специалисты молодые, в основе своей, конечно, это были специалисты из МИФИ. И более того, хочу сказать, что все четыре школы, которые были подведомственны вот этому НИАРу, научно-исследовательскому институту, имели в каждой своей школе класс физики. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый классы имели свои профильные и конкурировали между собой. И, по крайней мере, почти все они уходили учиться в наш МИФИ и возвращались. Ну, человек пятьдесят кусочек, когда возвращалось в научно-исследовательский институт атомных реакторов, которые находились в микроэкторе. Последние годы это совсем не так, к большому сожалению, да и профильных классов, которые могли бы готовить вот не столько обучение физике, математике и химии, сколько внутренней готовности к тому, что я потом буду работать именно вот на таком предприятии, на сегодняшний день нет. Сломана вот та система, целая система, которую готовила ребят, ну, условно, к учителям, к физикам-ядерщикам, к строителям и так далее. Это, в целом, проблема на сегодняшний день у нас в России. И, безусловно, мы вот как-то пытаемся это на сегодняшний день перескочить, эту проблему не ждать, когда эта система восстановится. И таким образом, вот я вчера немножечко уже рассказывала о проекте, есть такой в Росатоме проект территории культуры Росатома. Там тоже немножко эта тема уже затронута, и город Димитровград, который, на территории которой находится научно-исследовательский институт, активный участник этой программы. Но и этого мало. И появилась детская ядерная академия. Детская ядерная академия – это учреждение дополнительного образования, в которой вот за эти два года уже обучается 87 ребят. Безусловно, это не очень много. Это 8-11 классы. Это разновозрастные классы. В каждой группе может быть от 13 до 18 человек. Ну, вот, например, физику изучают на сегодняшний день в этой академии 20 человек. Химию – 30, практикум по химии – 15, информационная технология – 17 человек. В этом году к нам приходит филиал МИПИ. Мы закрываем на территории Ульяновской области два филиала Ульяновского государственного университета, Ульяновского технического университета, и в Димитровграде на базе этих двух университетов появляется филиал МИПИ. Но он не просто так приходит. Он приходит, опять-таки, со своей школой. И в этой школе, вернее, в этом структурном подразделении филиала – это школа-интернат с общежитием, с тем, чтобы могли прийти сельские ребятишки приехать, учиться и жить, и видеть, и работать через ядерную детскую академию, что такое научно-эстетический институт атомархиакторов. Потому что практические занятия этой детской ядерной академии проходят непосредственно на территории вот этого НИАР. Преподают в детской ядерной академии работники НИАР, научные сотрудники НИАР. И вот с 1 сентября это будут преподаватели МИПИ. Программа уже сверстана. Более того, я хочу сказать, что мы отдали от МИПИ еще и средне-специальное учебное заведение, был техникум у нас информационных технологий. Это тоже переходит в структуру филиала МИПИ. И таким образом мы уже видим, что есть профильные классы в общеобразовательной школе физико-математические, затем дополнительное образование детская ядерная академия, затем средне-специальное образовательное учреждение, которое под МИПИ. Это техникум, который потом будет на программе бакалавриата. Затем это высшее образование МИПИ. И за этот промежуток времени, безусловно, отсеются те, кто разочаровался, может быть, в физике и математике, а может быть, не только в этом, а только в том, что понимают, что потом надо будет работать именно в этом направлении. Но пусть он лучше не дойдет до высшей школы и поймет это заранее, пройдя через все эти ступени, чем он закончит МИПИ, а потом, как говорит, не заманишь здоровь. Или, скажем, в наш научно-исследовательский институт, это реактор, к большому сожалению, хочу сказать, не так много молодых специалистов за последнее время прибыло с нам в Димитровград. Но, тем не менее, если выстроить именно такую систему и не делать из этого просто деловую игру, как детская ядерная академия, она у нас, это как юридическое лицо. А что это значит? Это значит, что она может участвовать в грантах. И эта детская ядерная академия участвует в грантах, губернаторских. Вот последний грант на 500 тысяч они выиграли на научно-исследовательскую работу. Это уже проектная деятельность. И это уже подготовка молодого человека очень осознанно к тому, чем он будет заниматься на том или ином предприятии, которое относится к атомной отрасли. Это возможность дополнительного финансирования этой организации. Это дистанционное образование с главным вузом МИФИ, не только с филиалом, но еще и с главным вузом МИФИ. И вот крупные уже лекции в мае месяце были, когда преподаватели МИФИ читали лекции не просто студентам, а есть такие вольные чтения на тему атомной отрасли. Наши ребята из детской ядерной академии были уже слушателями, пусть это через экран, пусть это территория Димитровграда. Хочу сказать, что расположили мы эту детскую ядерную академию в самом престижном образовательном учреждении города Димитровграда. Это Градская гимназия. Это хорошо известное образовательное учреждение, которое работает в программе «Одаренные дети», которое является тренерской площадкой для преподавателей России, для преподавателей России, которые работают с одаренными детьми в физико-математическом направлении. Поэтому вот если мы еще посмотрим на такое направление продвижения подготовки кадров, я думаю, что это даст свой результат. Следующая проблема, как еще ребят оставить именно на территории города Димитровграда или, скажем, города Ульяновска, для того, чтобы именно в Шумниарде Димитровград он и попал. Работает программа губернатора. Те ребята, которые сдали ЕГЭ на все четыре экзамена ЕГЭ на 225 баллов, то есть это высший балл, они получают губернаторскую стипендию, 5 тысяч дополнительных той стипендий, которая есть в университете. Плюс ко всему, как правило, это ребята с хорошим потенциалом. Есть договоренность с Советом ректоров Ульяновской области, что еще Совет ректоров, ректорат доплачивает 2 тысячи этим ребятам к оставшим стипендиям. В таком случае тот ребенок, который остался или приехал, я чертюну, приехал в Ульяновские вузы с 225 баллами, он получает стипендию где-то около 10 тысяч. Получается вот таким образом. Это ректорская, это государственная и губернаторская стипендии. Это хорошее подскорье для тех ребят, и которых отслеживают еще на практике, куда они идут практиковаться на предприятиях. Дам им еще и свои преференции. Я считаю, что вот такая система работы, она дата хорошие результаты и для нашей атомной отрасли, с тем, чтобы молодые специалисты не просто приходили осознанно на предприятие, но и задерживались там долго, поскольку они будут ее патриотами. Ну и еще есть у нас одно мероприятие, которое, я думаю, будет интересно участникам круглого стола. Вот уже три года, следующий год, 12-й будет, четвертый год, как у нас проходит молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа. В этом году он, ну и по инициативе нашего губернатора Сергея Ивановича Морозова, ПКО нас поддержало, руководство, три года мы проводили этот форум. Инновационные проекты соединяются с бизнесом, с нашим местным, с тем, чтобы, безусловно, это еще и нашло поддержку непосредственно, это реализовалось. Хороший премиальный фонд, вот в этом году, это был один миллион рублей, на следующий год, вот уже губернатор при закрытии этого форума объявил, что это будет уже два миллиона рублей, и те три лучших проекта, которые бизнес взял в степенную заработку после этого форума, получили еще дополнительные гранты от губернатора по 100 тысяч рублей. Поэтому молодые люди, я смотрю, здесь молодежная организация и есть. Пожалуйста, следующий май, это четвертый форум инновационный в городе Ульяновске, он также открытый, приедете со своими проектами, оставайтесь у нас жить, работать, дружить с нашим бизнесом, я так думаю, что это будет очень полезно всем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.